Я прилетел вчера из Соединенных Штатов и у меня было много встреч, очень много встреч с разными людьми. Они мне говорили, что санкциями против представителей Российской Федерации Соединенные Штаты не ограничатся. И скоро следует ожидать санкции против украинцев, против целого ряда украинцев, которые занимают у нас очень большие посты. Во власти. Сегодня занимают. Сегодня занимают. Потому что американцы возмущены до глубины души тем, что во время войны, во время нашего попрошайничества у Соединенных Штатов и у всего мира, дайте денег, дайте денег, когда дадите денег, тут процветает воровство и коррупция. Имена все известны, схемы известны. В Белом доме стоит очередь из людей, которые хотят сдать схемы сегодняшнего руководства. В конце концов, Александр Онищенко небезызвестный, но сотрудничество с американскими правами интервью. Он прошел вне очереди, а там очередь. То есть приезжают отсюда люди, высокопоставленные представители прошлой власти и нынешние, которые думают о будущем. Приезжают, спрашивают, кто крайний. Приезжают, спрашивают, кто крайний. Говорят, у нас все схемы, кому отдать. Поэтому в этих условиях я не удивлюсь, что в очень скором будущем у нас начнут уходить большие чиновники. И очень большие чиновники по собственному желанию. Кто по глупости задержится, получит санкции, получит очень нехорошие последствия для себя. Я это точно знаю. Я даже фамилии знаю. Я хочу вернуть... А назовете? Назовете, не назовете? Должности. Или по министерствам, или по должностям. Нет, я не назову фамилии, не надо.